Приседуем по прямому эфире И знаете, не уявляю, как такую раннюю, раннюю можно видеться в пасть чашечки романного Якубс Монархов Его жизнь стала похожа на сказку буквально два года назад, почти, почти два года назад А сказка ли сегодня? Продолжается ли сказка? Победитель Евровидения 2009, Александр Рыбак Привет, Саша, спасибо, что ты приехал Конечно, привет Ну как, тебе живется-то сегодня? Сказка продолжается? Да А это сказка? Сейчас сказка уже другая Сейчас сказка, на самом деле, что я сейчас же могу все сам решать Я в прошлом году все было вообще, каждый день все новое было, три концерта каждый день А сейчас я специально отказываюсь от многих концертов, от многих корпоративов, чтобы именно приготовиться хорошо И типа два дня приготовиться для концерта, хороший концерт давать публику, и потом уже можно отдыхать один или два дня Вот ты когда пришел со скрипкой в руках, ты с ней расстаешься когда-нибудь? Конечно Ну а когда, наверное, спишь? Не-не-не, ну, господин, не-не, у меня не... это не совсем так, как с другими скрипачами У тебя тяжелая, в принципе, жизнь? Не все распорядок дня, все прописано, ты знаешь, как... Будешь... то есть ты управляешь самим процессом творческим сам, да? Ну, это за... То есть никто не вмешивается, ни продюсеры, ни администраторы Ну, зато я приглашаю продюсеров, администраторов, чтобы они мне помогали Это... но я не хочу работать для компании Я хочу, чтобы я лучше приглашал компанию, чтобы они для меня работали У нас есть возможность пообщаться не только мне с Александром Рыбаком, но и у вас 494-1194, от города Киева, 044 Доброе утро! Здравствуйте! Алло! Здравствуйте! Как вас зовут и ваш вопрос, Александр? Алло! Погромче, пожалуйста! Алло! Погромче, пожалуйста! Завод, как тебя? Я... я... мне звати... Ой! Как, как? Меня звати Сашко Скрипка Сашко! Это действительно! Красивое имя! Красивое имя! Так давай лучше по-русски, а? Александр! Звонит Александру! Твой вопрос, пожалуйста! Можно задать... я хочу задать вопрос такой... Как вам удалось сделать такую красивую карьеру? О! Снова к сказке! Типа карьеру? Да, как тебе удалось? Эээээ... То есть всем понятно, что до 2000 года... Лучше бы вопрос был... Как тебе удалось такую хорошую песню сделать? А-а-а! Из-за карьеры всегда начинается из... из-за творчества. И мне очень повезло, вообще-то, честные слова. Я путешествовал в горах и стал играть мелодию, понравилось, в конкурс поступил и выиграл. Ты с 5 лет сочиняешь, поешь, играешь на скрипке, портебианно? Ну да, конечно. Да, здесь еще другой конец момент. Я еще занимался много, когда я был маленький, очень много занимался на скрипке. Тебе нравилось этот диск? Тебе заставляли родителей? Да, заставляли. Заставляли? Да, заставляли. А помнишь, когда тебе понравилось? Я думаю, что это русская школа, что нужно заставлять детей того, чем они талантливы. Русская, русская, украинская. Да, нужно заставлять их то, что они не хотят делать. А то, что они хотят, лучше отталкивать. Родители всегда мудрее нас, ты же сам это знаешь. Доброго раннего, доброе утро. Доброе утро. Кто к нам дозвонился? Доброе утро. Ваш вопрос, здравствуйте. Вопрос такой, Александр. Скажи, пожалуйста, ты в Крыму был, в Крыму планируешь церкви? Ой, так я в Крыму только что был. Мы делали съемки для клипа. Новая песня, небеса Европы. И я думаю, через 2-3 недели уже покажем. Но, к сожалению, концерт мы там не успели. А как тебе Крым успел покупаться, загорать на Крымском побережье? Не норвежское, а замели. Контрет не успели, а покупаться все. 494-1194, код города Киева, 044. Вы можете задавать вопрос Александру Рыбаку. Скажи, ну, ты перестал выступать на корпоративах. Все-таки, видать, заработал денег, да? И у тебя есть возможность дальше развиваться самостоятельно в творчестве. Да. Но все-таки, если будут предлагать, очень хорошие, крупные... Нет, так я не говорю, что категорически. А, то есть, а окошко открыто, или нет? Нет, 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 именно, чтобы те работы, с которыми я соглашаюсь, чтобы они очень максимально были хорошие, да? Чтобы я дал 110% энергии. Так им для этого нужно 2 дня перед этим приготавливаться, отдыхать. И чтобы... чтобы не было... чтобы у меня мозги не были в тысячи разных местах. Доброе утро, еще один звонок есть. Александр Бах, в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Чуть-чуть погромче, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, это вы. Где теряют голос, когда только понимаешь, что надо дать вопрос рыбаку? Давай. Алло. Здравствуйте, задавайте вопрос, пожалуйста. Вы меня говорите? Мы вам говорим, задавайте вопрос, пожалуйста. Это время, время. Здравствуйте. Очень приятно с вас ознакомиться. Вы мой... я мне уже 59 лет. Ой. Вы мне очень как сын, как внук, понимаете? Я не знаю, я очень желаю вам всего на самое лучшее. Вы скажете, как сын, да? Да, я не знаю. А, и у меня 20, но я по 35 лет. Они сильно пьют водку. А, я не сильно. Я очень слабый. Молодец. Ну, дай бог, мне не надо пить. Потому что вот ты живешь, и люди тобой живут, и все желают, и все самого лучшего. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Очень, очень хорошо. Видишь, она вот услышала, как я спотыкаюсь по-русски, и сразу подумал, что ты за водкой, да. Ну, с напитками и крепкими ты не дружишь, как ты сказал только что. А как расслабляешься? Ну, они со мной тоже не дружат. С тобой не дружат. Потому что когда я уже, если один раз в месяц я там что-нибудь попробую, то, кстати, у меня... Ну, а как после сумасшедших концертов ты расслабляешься? Вот ты приедешь, что, ложишься со скрипкой спать или что? Компьютерные игры. Компьютерные игры? Да. Еще одна сенсация от Александра Рыбака. Или девушка. Компьютерные игры. А что именно? Или играешь в компьютерные игры с девушками. С девушками, да? Электронными девушками. Ну, хватит одна. Гарбай. Ну, хорошо. У нас короткие новини ТСН. Мы повертаемся до разговора с Александром Рыбаком. И он нам, не мое-вторно, что-то приготовил. Будет премьера песни тут, у Снеданку с 1 плюс 1, с правильной скрипкой, и с правильными там скрипальки стоят. Аж целых трех скрипальки. Дочекайтесь обовязково, будет интересно.